Сегодня на повестке концепция градостроительного развития Кировской области. Разработкой занимается Санкт-Петербургский проектный институт. Первые выводы специалисты представили сегодня членам правительства. Наибольшим потенциалом отличаются, безусловно, город Киров, Киров-Чепецк, Уржумский, Слободской, Амутницкий и Верхнекамский районы. Губернаторы члены правительства нашли ошибки не только в произношении. Как выяснилось, планы градостроительства петербургских ученых не совпадают с областными программами. В итоге Никита Белых предложил концепцию условно принять, но дал две недели на ее доработку. Хорошо, коллеги, нет возражений против такого решения? Принимается это? Члены правительства обсудили также вопрос жилищных субсидий для молодых семей. В этом году из-за сокращения федерального бюджета по нацпроекту «Жилище» помощь от государства получат всего 100 семей. Это в пять раз меньше, чем планировалось. Но у тех, кому откажут в этом году, есть шанс поучаствовать в программе в следующем. На начало 2010 года вновь на учет в качестве нуждающихся, в соответствии с законодательством Российской Федерации поставлено более 3922 молодых семей. Программу «Дом для молодой семьи» на 2010 год правительство одобрило. Уже сейчас в списке тех, кто может в ней участвовать, 300 семей. Если в следующем году Москва не сократит финансирование, то они получат по 400 тысяч рублей. Евгения Идемина, Александр Бабков, Бюро новостей Давича.